Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Аллаху Господу миров, мир и благословение Его посланнику, Его семье и сподвижникам. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракетов. Следующая серия о разных темах из Корана. В прошлой серии мы говорили о том, как человек познает Аллаха. Аллах ниспослал Коран, в котором есть все, чтобы мы смогли установить связь с Аллахом. Всевышний Аллах использует разные подходы, чтобы рассказать нам о себе, чтобы мы смогли установить с Ним связь. Аллах рассказывает нам о последствиях разных видов образа жизни. Аллах рассказывает нам о фараоне и дает понять, если будете жить так же, вас постигнет то-то. Также Аллах говорит о своих дарах, которыми Он нас наделяет. Чтобы мы, читая Коран, размышляли над тем, что Аллах дает нам, чтобы наша связь с Ним укреплялась через благодарность за все эти дары. Также Аллах предупреждает нас о том, что ждет после смерти, на судном дне, в вечной жизни. И Аллах периодически говорит обо всех этих вещах в Коране, чтобы мы, проникаясь этими мыслями, приближались к Аллаху. Многие аяты на эту тему были ниспосланы в благородной Мекке, то есть в ранний период ислама. Аяты мединского периода были уже на другую тему. В аятах, которые были ниспосланы в Медине, Аллах говорит «Я айюхалявина аману, о те, которые уверовали». Снова и снова Аллах это повторяет «О те, которые уверовали». Потому что на момент, когда мусульмане в Медину переселились, их вера окрепла. А в ранний период, в Мекке, Аллах говорил «О люди!» «Я айюханас, о люди!» Потому что Аллах обращался к тем, кто еще не уверовал. Мусульмане были тогда, но не с такой крепкой верой. Когда Аллах в Мекке Коран не спосылал, в аятах шел призыв уверовать. А уже на момент жизни в Медине, когда у мусульмана крепла вера, Аллах не спосылал приказы. «Делайте то-то, делайте то-то, делайте то-то». Чтобы наша вера была крепкой, мы должны окружить себя факторами, которые укрепляют веру. Вот мы с вами, благодаря Аллаху, такие счастливчики. Как же нам повезло. Большинство, кто сидит здесь, 99% из них не искали веру, она сама постучалась к нам в дверь. Мы об этом даже не просили. Нас воспитали с верой. Один из моих шейхов взывал к Аллаху с такой мольбой. Он говорил, «О Аллах, Ты создал меня человеком, таким прекрасным творением, и из всех людей Тобой созданных, Ты сделал меня верующим». Причем Ты сделал меня верующим именно из общины Мухаммада, саллаху алейхи ва салям, лучшего из своих посланников, последнего пророка. То есть у нас с вами вера с детства. Но Коран Аллах не спослал не только тем, у кого уже есть вера, но и тем, у кого ее нет. Коран не только для мусульман. Если кто так думает, он сильно заблуждается. Коран Аллах не спослал всем людям. И, к сожалению, многие так думают, что Коран только для мусульман, и больше не для кого. Я же говорю, в мекканских аятах Аллах, когда к людям обращается, говорит, «Я о Юханнас». То есть, о люди, к не мусульманам идет обращение, чтобы они уверовали. У нас есть вера, она в нас. Аллах даровал нам ее, но мы ее не ценим должным образом, потому что нас воспитали мусульманами с детства. Мы воспринимаем веру как должное, как нечто само собой разумеющееся. В мекканский период, в ранний период ислама, до переселения в Медину, Всевышний Аллах не спосылал аяты на тему судного дня. Рассказывал о том, как уничтожил древние народы, за то, что они возгордились и отказались уверовать. Аллах говорит о своих дарах, которыми он людей наделил. О том, как дожди с неба не спосылает. О том, как кормит людей. О том, как человек был создан. Аллах напоминает людям их истоки. Ваш праотец Адам, он был первым человеком. Его создал Аллах. Вы его потомки. Я создал джиннов и людей ни для чего иного, кроме как для поклонения мне. Готовьтесь к судному дню. Соблюдайте мои заповеди, мое писание. То есть Аллах этими аятами пробуждает в людях сознательность. Напоминает, кто они. Через истории о пророках. Через напоминание о своих дарах. Через напоминание о судном дне. Аллах говорит поистине, ко мне вам предстоит прибытие. Судный день близок. Я воскрешу тебя, ты будешь стоять передо мной. Отвечать за поступки. Аллах говорит, яуму-ль-хисаб, день расчета. Яума-тур-джауна-ил-Аллах, день, когда вы вернетесь к Аллаху. К Нему вам предстоит прибытие. Аллах говорит это снова, снова и снова. Он укрепляет в человеке иман, веру. Эта информация активирует режим самосохранения. Пугает человека. Как? Меня Аллах воскресит после смерти? Аллах задает вопрос. Куда же вы идете? О, человек! Что? Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего Господа, великодушного? Эти аяты пробуждают твое сознание. Аллах говорит, но нет. Вы же сами не почитаете сироту. Не побуждаете друг друга кормить бедняка. Жадно пожираете наследство. Потребляете все эти блага. И страстно любите богатство. Но нет. Когда земля разобьется и превратится в песок. И твой Господь придет с ангелами, выстроившимися рядами. В тот день приведут гиену. Приведут ад. В тот день человек помянет назидание. Но к чему такое поминание? Он скажет, эх, если бы я заранее позаботился о своей жизни. Вот так человек в судный день заговорит. О, горе мне! Если бы я заранее позаботился о своей жизни, творил бы добро, готовился к судному дню. В тот день никто не причинит таких мучений, как он. И никто не наложит таких оков, как он. Аллах, конечно, прощающий. Но не надо играть с его гневом. Если он накажет тебя, то это может быть мучительным наказанием. И читая эти аяты, человек, должен думать, если я не готовлюсь к судному дню, Аллах так наказать меня может, как никто не наказывает. И Аллах говорит. О, душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу, удовлетворенной и снискавшей довольства. Войди в круг моих рабов. Войди в мой рай. Это Аллах говорит о тех, кто готовился к судному дню. И человек, читая эти аяты Корана, сам выбирает себе будущее. Эти аяты из второй половины суры Заря. 89-я. Очень сильная сура. Эти аяты очень влиятельные. Они показывают тебе всю картину. Если не уверуешь и не будешь слушаться Аллаха, будет вот так. А если будешь слушаться, будет вот так. В благородной Мекке, в ранний период ислама, Аллах не спосылал вот такие аяты, чтобы люди проснулись и поняли, что их ждет отчет за поступки, чтобы у них появились веские основания удерживать себя от грехов. Мусульмане, к сожалению, допускают огромное упущение в чтении Корана. Мы читаем Коран, аль-хамду лиллях. Читаем на арабском, что хорошо. Конечно же, на арабском нужно читать. Однако, к сожалению, мы упускаем ту глубину, ту мощь, которую содержит в себе смысл этих аятов. Вот это огромная проблема. Мусульман. Если бы вы только знали, что вы читаете, Аллах говорит с вами, Коран пробуждает тебя. Нет Бога, кроме Аллаха. Ты бы знал, у тебя б слезы пылились. Во времена пророка Мухаммада был человек, который высмеивал его. Высмеивал Коран. Он говорил, да что этот Коран? Это так, древние сказки. Чё ты нам истории рассказываешь тут? Про древние народы, погубленные Ад, Самуд. Ну и... Слышали мы уже эти древние сказки. И смотрите, как Аллах ответил ему. 74-я сура. Оставь меня с тем, кого я сотворил одиноким. Оставь его мне. Я сам с ним разберусь. Даровал ему большое богатство. И сыновей, которые находились рядом с ним. И распростер перед ним этот мир полностью. После этого он желает, чтобы я добавил ему. Но нет. Он упрямо отрицает наши знамения. Я возложу на него подъем. Это скала в преисподней. Есть мнение, что по ней поволочат неверного на его лице. Он подумал. И рассчитал. Да сгинет он. Как он рассчитал. Да сгинет он еще раз. Как он рассчитал. Затем он задумался. Затем он нахмурился и насупился. Затем он повернулся спиной и возгордился. И сказал. Это не что иное, как пересказанное колдовство. Это он о Коране. Так сказал. Это не что иное, как слова человека. Я брошу его в преисподнюю, в адский огонь. Откуда ты мог знать, что такое преисподняя? Она не щадит и не оставляет. Она сжигает кожу. Их над ней девятнадцать. То есть ангелов-стражей. Вот читаешь все это и задумываешься. Человек отрицал Коран. И какие Аллах не спослал аяты. Чтобы рассказать нам, что с ним будет. И это очень серьезный вопрос. Вот большинство из нас в исламе с детства воспитали. И мы не думаем об этих вещах. Как должны воспринимаем? Я же верующий. У меня уже билет в рай. Я уже все. При себе билет имею. Будто мы не должны бояться наказания Аллаха. Мы забываем, что тот образ мышления, который формирует у человека осознание таких аятов, необходим для имана, для веры. Это важно как для обретения веры, так и для укрепления ее. Так что надо бы нам перечитывать эти аяты. Думать над ними. Эти аяты Аллах не спосылал в благородной Мекке. Один за другим. Чтоб протрясло мекканцев. Чтоб опомнились они. Чтоб задумались, что они делают. Как они живут. Что есть серьезные основания держаться в границах дозволенного. И такими аятами Аллах разбудил их. И их вера окрепла. И когда ты регулярно размышляешь над такими аятами, глубоко осознаешь их, это уже другая вера. Это другой уровень. Это уже не начальная ступень. Это уже более глубокий уровень. После того, как ты подумаешь над такими вот аятами, тебя это отрезвляет, напоминает, что реальность серьезно. Ты делаешь свое будущее. Когда у тебя будет такой образ мышления, ты уже будешь иметь серьезные основания, чтобы выполнять обязанности и удерживаться от грехов. Дела добрые делать. Тогда ты будешь готов действовать. Делать, что Аллах в Коране велит. Мы с вами не будем ислам соблюдать. До тех пор, пока не будет осознанной веры, которая будет толкать нас к поступкам. Иман толкает нас. Сегодня на земле миллиарды мусульман. Но соблюдают из них лишь миллионы. Их вера толкает на поступки. Соблюдать Коран, соблюдать Сунну Пророка. У большинства мусульман нашей общины сегодня просто исламские имена, типа Ахмад. И несколько исламских атрибутов. Дома или в машине, которые у них просто на уровне традиции. Они даже их вешают не чтобы Аллаху угодить. Вот я рабов встречал. Они говорили мне, всю нашу жизнь мы думали, что религия ограничивается отдельными моментами. Когда дома, отец говорит Аль-Хамдули-Лях за все. Говорит Иншаллах после каждого слова. Множество мусульман в мире используют эти фразы уже просто как местное наречие. Они эти фразы не используют, чтобы установить связь со Всевышним Аллахом. Арабы говорили мне, что они, живя в такой среде, думали, что это весь ислам. Там несколько раз поклониться Аллаху, в пятницу на уразу Байрам. То же самое происходит среди неарабов. Из всей религии у них только маленький намазлык, четкий для зикра. На стене какие-то вышивки или таблички с аятами из Корана. Вот их ислам. И все. В итоге они видят мусульман, соблюдающих, смотрят на них. Парень носит тюбетейку. Или мусульманка хиджаб. Уважают их. Это же святые люди. Святые люди. И с этими святыми людьми надо хорошо обращаться. Люди от обычных вещей в шоке. И около 80% всех мусульман в мире вот такие. Люди смотрят на мечеть, как на какое-то место, куда ходят только святые люди. Это особые люди. К ним с особым уважением. Хотя по сути они просто выполняют то, ради чего их Аллах создал. Вот так вот. У этнических мусульман просто исламские имена. Несколько атрибутов ислама в жизни у них присутствуют. Я же говорю, четкие. Намазлык у них дома есть, на котором они могут иногда намаз читать. Коран где-нибудь дома, который они не читают. Аяты из Корана на стене. И все. Несколько знакомых святых людей. Мечеть где-нибудь недалеко. И все. Вот и весь их ислам. И к сожалению, они вот так проживают всю жизнь, не понимая, что вера внутри должна их толкать. На то, чтобы менять себя к лучшему. Жить по Корану и Сунни Пророка. А когда иман будет толкать тебя? Это будет только в одном случае. Когда у тебя на основе этого имана, веры, сформировался образ мышления. И этот образ мышления формируется только тогда, когда ты размышляешь над тем, что Аллах говорит в Коране. Что Он не спасал людям. И вот об этом как раз наша сегодняшняя тема. Каким образом Аллах через аяты на тему вечной жизни побуждает людей проникнуться этими смыслами? Их человек глубоко осознает и в итоге начинает выполнять то, что Аллах велит. Эти аяты и для нас тоже, для верующих. Они только для тех, кто не верует в Коран. И мы должны думать. Аллах говорит Это сура «Ясин». Они говорят, когда сбудется обещание, если вы говорите правду. Им нечего ожидать, кроме одного только глаза, который поразит их тогда, когда они будут припираться. Они не смогут ни оставить завещание, ни вернуться к своим семьям. Протрубят в рог. И вот они устремляются к своему Господу из могил. Они скажут «О горе нам!» Кто поднял нас с места, где мы спали? Это то, что обещал милостивый. И посланники говорили правду. Будет только один глаз. И все они будут собраны у нас. Все человечество явится. Все из могил встанут, чтобы ответить перед Аллахом. В этот день ни одной душе не будет причинено никакой несправедливости. И вы не получите воздаяние ни за что, кроме как за то, что вы совершали. Воистину, сегодня обитатели рая будут заняты тем, что будут наслаждаться. Они и их супруги будут лежать в тенях, на ложах прислонившись. Там для них есть фрукты. И все, что они потребуют. Милосердный Господь приветствует их словом «Мир». Аллах скажет «Ассаляму алейкум». Сам Аллах вам скажет. Сегодня Отделитесь, грешники. Разве я не завещал вам, потомки Адама? Аллах обращается ко всему человечеству. Не поклоняться дьяволу, который для вас явный враг. Разве я не завещал вам поклоняться мне? Это прямой путь. Он уже ввел в заблуждение многих из вас. Неужели вы не уразумеете? Вот адский огонь, который был обещан вам. Горите в ней сегодня за то, что вы не веровали. Сегодня мы запечатаем их уста. Их руки будут говорить с нами. А их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали. Если мы пожелаем, то лишим их зрения. И тогда они бросятся к пути. Но как они будут видеть? Если мы пожелаем, то обезобразим их на их местах. И тогда они не смогут ни двинуться вперед, ни вернуться. Тому, кому мы даруем долгую жизнь, мы придаем противоположный облик. Неужели они не уразумеют? Мы не учили его, то есть Мухаммада, поэзии. И не подобает ему это. Неверующие-то думают, что Коран – это слова поэта? Это не что иное, как напоминание и ясный Коран. И вот когда ты в эти аяты вникаешь, в которых говорится о судном дне, как Аллах отнесется к тем, кто прислушался к напоминанию, и к тем, кто нет, ты понимаешь, что ситуация очень серьезная. Это формирует в тебе понимание серьезности происходящего. Во всем Коране ни одной шутки. Это очень серьезная книга. И в ней очень серьезные предупреждения. Аллах говорит, что если вы не прислушаетесь, будут очень серьезные последствия. А если прислушаетесь, получите все, о чем мечтали. Почему Аллах так сурово накажет неверующих? И за что Аллах даст вечный рай тем, кто слушался Его? Я в этом году в Америке был, в Чикаго лекции давал. Три лекции там было. О признаках судного дня, вторая – о смерти и о судном дне. Нет Бога, кроме Аллаха. Знаете, что мне сказали? Мне сказали, что 9 лет в Америке не выступали с такими лекциями. В Америке им более интересно слушать о том, что сейчас происходит, а о том, что выше небес и под поверхностью Земли. Им не интересно. Мол, сейчас же это не происходит. Ты нам говори о том, что сейчас. Если им прочитать эти аяты, которые я вам только что зачитывал, то реакция у них «Да как так? Ну это уже перебор. Да это ж какое-то сумасшествие просто. Как такое может быть со мной? Как Бог такое может со мной сделать?» То есть они настолько уже от истины отклонились, что вещи, которые Аллах в Коране говорит, для них немыслимы. И когда в Америке издали книги, которые мы выпускаем, наша Академия Сафар, то некоторые были просто в шоке. Мол, как так? А мы что сделали? Мы просто перевели аяты Корана. Это детские книги по исламу. В них в том числе говорится, как Аллах в судный день накажет неверующих. Не только это, но и про вознаграждение тоже. Как Аллах вознаградит тех, кто уверовал в послание. И все это в одной книжке. И когда люди читали описания адских наказаний, читали о смерти, люди были просто в шоке. Глаза мне верили, мол, это истина? Вот помню, учительница одна говорит мне, мол, у нас тут ученики, ученицы спрашивают насчет ваших книг. Дескать, а вот это правда на самом деле, что ли, так будет? Вот то, что в книжке там. Я говорю, ну, там все ссылки с номерами аятов Корана и хадисов. Она говорит, ну, это что, на самом деле все так будет? Я ей объяснил. Говорю ей, послушайте, вот вы же в западном обществе избегаете таких тем, всячески от них отгораживаетесь. Боитесь детей напугать. Вот иной раз, даже при похоронном намазе, тело завернутое в саван, дети мне показывают, чтоб не испугались мертвого. Как бы не испугались мертвого человека. Вот вдумайтесь, вы же от реальности детей отрываете. Вы с ума сошли? Эти дети что, не умрут никогда? Вот такие порядки в мечетях кое-где. И даже здесь, в Англии, это есть. Здесь у нас тоже это есть. Если после зувр намаза проводят джаназа, похоронный намаз, а там уроки у детей, они ждут, пока дети все выйдут, идите домой, детки. Идите к родителям. Съешьте леденец. Пусть они купят вам вкусненькое мороженое. Счастливого дня! В итоге дети уходят, и тогда вносят тело в мечеть, и читают джаназа намаз через полчаса после зугара. Через полчаса. Почему? Потому что детишки могут испугаться мертвого тела. Вы что, с ума сошли? Дети должны привыкать к виду мертвого тела, потому что эти дети умрут однажды. Для них смерть нереальна. Для них смерть это игра какая-то. Они играют во все эти приставки, и в этих видеоиграх видят смерть каждый день, постоянно. Зарезал, застрелил. Для них это игра просто. Типа, эй, я тебя застрелил. Видал, да, как я попал? Я тебя пристрелил. И дети уже не задумываются, что в реальной жизни их ждет смерть. Реальность это не игра. Да, смерть реально. Ты умрешь. И я вот этой учительнице и объяснил. То, что вы отучили детей думать о таких вещах, это не значит, что мы должны подстраиваться и как-то по-другому преподносить религию. Я говорю ей, когда в Коране Аллах говорит об адском огне, Аллах говорит и о рае. И когда Аллах говорит о рае, Он говорит и об адском огне. Почему Аллах так делает? Потому что Аллах преподносит нам реальность сбалансированно. Чтоб мы знали и о том, и о том. Нельзя говорить только о рае или только об аде. Это будет перекос. И то же самое, если говорить только об огне и не говорить о рае. Надо говорить и о том, и об этом сбалансированно. И в Коране десятки, десятки и десятки мест, где Аллах рай и ад упоминает вместе, друг за другом. Причем, безо всяких смягчений, говорит как есть. Вот, например, в одном аяте Корана, и это у нас в книжках тоже, которые мы для детей издаем. Сура женщины. Каждый раз, когда их кожа будет сгорать в адском огне, мы будем восстанавливать их кожу, чтобы они могли снова вкусить наказание. Сура четвертая, аят 56. Это про ад. И сразу же в следующих аятах, а те, которые уверовали и творили добро, мы введем их в рай. Там будут течь реки, прямо под ними. Они останутся там на веки вечны. Там для них будут супруги очищенные. И мы введем их в густую тень. Видите? Есть баланс. Нельзя допускать перекос в одну из сторон. И вот это положение дел в обществе. Причисто Аллах, меня пугает. Если мы перестанем говорить об этих вещах так, как Аллах в Коране об этом говорит, это не повлияет на разум с должной силой. Вот каким образом мы можем обрести такую веру, которая будет менять наше поведение? Единственный способ проникаться такими аятами. Слушать такие аяты. Читать такие аяты. Осознавать смысл этих аятов. В том виде, в котором Аллах эти аяты не спасал. Причисто Аллах, хвала Аллаху, никто не может исказить Коран. Знаете, что бы было с Кораном, если бы люди могли исказить его смыслы? Конечно, его бы давно уже исказили, если бы это было возможно, если бы Аллах Коран не защищал от искажений. Но вот именно сегодня, если бы люди могли изменить Коран, оттуда бы уже стерли все аяты про адский огонь. Все аяты про наказание удалили бы. Оставили бы только аяты про райские наслаждения, про вознаграждение. Или аяты про адское наказание урезали бы. Очень смягчили бы. Цензурировали. Типа, ну, если ты сделаешь что-то плохое, может быть, Аллах тебя накажет. Может быть, может быть, Аллах тебя накажет в вечной жизни. Ну, так вот, возвращаясь к нашему вопросу. Как вы думаете, почему Аллах так жестко накажет тех, кто не уверовал? И за что такая огромная награда верующим? За что? Потому что человек так устроен, что если человек нарушил какой-то закон Аллаха, то второй нарушит легче. Если второй нарушил, третий нарушит еще легче. Вот, например, человек, который украл что-нибудь мелкое, карандаш, например. Если он не чувствует наказание, завтра может украсть целый пенал или кошелек. Тот, кто украл кошелек, может украсть что подороже, драгоценности, например. После этого может и банк ограбить. А если не чувствует наказание, может и убить. А если раз, безнаказанно убил, то может убивать снова и снова. А если в сердце не остается сожаления за убийство, человек может целые народы убивать. Такова природа человека. И это касается всех. У любого из вас такая природа. А то мы сидим такие, маша Аллах, цивилизованные люди в мечети. Но забери у нас еду, вот тогда видно будет. Кто есть кто. Сейчас ваши желудки полны еды. Маша Аллах, альхамдулиля. Холодильники полны. Если холодильники опустеют, и магазины опустеют, вот тогда видно будет, кто превратится в людоедов и животных. Убери законы, убери полицию, убери суды, и видно будет, кто есть кто. Вот я думаю, половина всех этих цивилизованных граждан за день превратится в животных. Случаи были в Америке, в Макдональдсе. Свет выключили, перебои с электричеством. Минут на 20. И за эти 20 минут люди кого-то грабили, курицу воровали, драка началась. Только выключился свет. Цивилизованные граждане превратились в животных. Вот в такие моменты, и понятно, кто есть кто. Почему Аллах так жестко наказывает неверующих? Аллах говорит, когда их кожа сгорит, мы восстановим их кожу. Да потому что, если Аллах не будет так наказывать, множество людей на земле не будет жить по-человечески. Не уверует. Не будет внутри сигнализации, останавливающей от грехов. Поэтому в Мекке Аллах не спосылал множество таких аятов. О судном дне, о том, что будет после смерти, о том, какие ждут наказания и вознаграждения. Потому что если бы Аллах посредством таких аятов не сформировал богобоязненность у людей, вера не меняла бы поведение людей. Только когда ты читаешь такие аяты снова и снова, причисто Аллах, тогда начинаешь осознавать реальность. Понимаешь, что жизнь – это очень серьезно. И если я не буду выполнять, что Аллах велел, то я могу быть жестко наказан. Вот Коран так устроен. Аллах в нем повторяет аяты об одном и том же. Об Аллахе, о судном дне, снова и снова, с разных ракурсов. Потому что от этого в человеке укореняется устойчивое представление. И сознательно, и подсознательно. Вот, например, если я вам сейчас покажу большую желтую букву «М». О чем вы подумали? Макдональдс. Видите? Потому что вы рекламу эту всю жизнь видите. Вы столько раз это уже видели, что большая желтая «М» – все, Макдональдс. Или на красном фоне написать белыми буквами, модным таким шрифтом, то, о чем вы подумаете. О чем? Что-то из двух. Или Кока-Кола, или КФС. Потому что вы это столько раз видели. Сразу картинка. Если три буквы – КФС. Если модный шрифт, то Кока-Кола. Весь мир рекламы построен на повторении. Просто повторяется и повторяется снова, снова, снова и снова. В итоге возникает ассоциация. И Аллах, Всемогущий Он и Велик, повторяет нам в Коране снова и снова о судном дне. Под разными углами. О пророках. О других пророках. О судном дне. О смерти. О вечной жизни. О могуществе Аллаха. Потом о пророке. Потом снова о вечной жизни. Потом Аллах говорит о своих дарах людям. Аллах говорит, поистине Аллах властен над всем. Потом снова повторяет. Поистине он надо всем властен. И снова Аллах повторяет. Поистине Аллах властен над всем. Власть, власть Аллаха, власть, власть, снова, снова и снова. Если ты читаешь Коран, понимая его, снова и снова читаешь эти аяты осознанно. Это коренным образом поменяет твое мышление. Коренным образом изменит твою личность. Потому что вот это повторение укореняет в тебе веру все глубже и глубже. Иншаллах в следующей серии мы поговорим о самой вере. Сегодня мы поговорили о том, как Аллах аятами о Судном Дне меняет мышление человека. Образует веру, которая толкает тебя на поступки согласно тому, что Аллах велит. Да воздаст вам Аллах благом. Саляму алейкум у рахматуллахи у баракату. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, Господу миров, мир и благословение, пророку его, его семье и сподвижникам. Ассаляму алейкум, братья и сестры. Люди погрязли в своих страстях. Погрязли в мирском. Вообще в жизни. Которое их окружает. Честно говоря, то, что я буду говорить, может шокировать вас. Но лекарство от этой одержимостью, этой жизнью, противоядие от этого заключается, как это ни парадоксально, в поминании смерти. Вот на самом деле, это лекарство от тревог. Вы, наверное, подумаете, о чем ты говоришь? В этом-то и проблема. Люди в чем угодно видят решение, но не в этом. Казалось бы, как поминание смерти поможет нам? Ведь смерть – это что-то пугающее, о ней не хочется думать. А ты говоришь нам, что в этом лекарство. От этой одержимости, страстями, мирским, ну то есть как? Поминание смерти поможет нам решить проблемы. Я объясню. Объясню. Тут важно правильно посмотреть на это. Правильно отнестись. Вот если бы вы знали, что вас посадят. Вот прям сегодня посадят. Как бы вы себя чувствовали тогда? Вот как? Вы опечалились бы? Я потеряю свободу. Буду вдали от родных, от своего дома. Мне будет некомфортно. Без любимой еды, без друзей. Да вообще, сесть в тюрьму – это значит столько всего потерять. Я буду жить в тесной камере. Долгое время. Конечно, неприятно это – попасть со свободы в тюрьму. А теперь давайте так. Смотрите. А что если вы уже в тюрьме? И скоро на свободу. Тогда как? Вы бы счастливы были? Сегодня день освобождения. Вы бы с нетерпением ждали этого. Наконец-то я выйду. Не еды нормальной, не комфорта, спать жестко, замкнутое пространство. А вот сейчас как выйду – и домой. Буду в парке гулять, буду летать на самолете, буду наслаждаться свободой. От души. Свобода, скоро свобода. Так в чем же аллегория? О каком сравнении шла речь? Сначала из дома, из свободной жизни, в тюрьму. А потом из тюрьмы на свободу. Смотрите. Смерть – это то же самое. Внимательно меня послушайте. Будет что-то одно из двух. Или ты со свободы попадешь в тюрьму, когда умрешь. Или из тюрьмы попадешь на свободу. Давайте объясню. Если вы рассматриваете этот мир как высший комфорт. Люблю то, люблю это. Люблю вещи, люблю работу, люблю жить, время проводить с семьей, с друзьями, люблю свой дом. Если это для тебя высшее счастье, то ты смотришь на смерть, как на что-то страшное, что лишит тебя всего этого. Конечно, тогда тебе умирать не хочется. Даже говорить, даже думать о смерти не хочется. Конечно, смерть тебя тогда будет пугать. Ведь ты попадаешь из свободной жизни куда? В тюрьму. Но если ты живешь в соответствии с тем, как учил посланник Аллаха, он сказал. Это мирская жизнь – тюрьма для верующего. На самом деле, даже большинство верующих не знают, как это правильно понимать. Нужно как относиться? Вот у меня дом. Но ведь в раю у меня будет много-много домов. Дом из золота, дом из серебра, дом из рубинов, бриллиантов, из всего, чего хочешь. У тебя есть жена в этой жизни. А в раю будет 72. И это как минимум. Минимум. Так-то вообще в раю можно больше. Вот у тебя в этом мире есть удобная кровать. А в раю тебе вообще спать не придется, там усталости нет. Ты наслаждаешься здесь. Ешь что-то вкусное. А в раю? Бесконечное наслаждение, бесконечное удовольствие. В раю, когда ешь все одно и то же. Оно с каждым разом все вкуснее и вкуснее. И при этом никакой зубной боли, боли в животе, в туалет ходить не надо. Мыться. Убираться. В раю ничего такого не будет. Если ты верующий, ты на это смотришь так. Мне запрещен алкоголь. Я верующий, я его не пью. А неверующие пьют. Спят с разными женщинами, когда хотят. Без никаха. Играют в казино. Наркотики принимают. Ходят в клубы на свидания. Че хотят, то и делают. Я так не могу. Я ограничен. Вот пророк и сказал, что для верующего. Жизнь тюрьма. Я, в отличие от неверующих, не делаю все, чего хочу. Сначала выясняю, что халяль, что харам. Делаю дозволенное. Оставляю запретное. Слежу за языком. Думаю. Прежде чем сказать. Гнев сдерживаю. Аллах смотрит на меня. Это трудно. Трудно. Я нахожусь в рамках. Солнце село, иду, читаю вечерний намаз. Я ограничен. Как в тюрьме. Каждый день молюсь по расписанию. Я в тюрьме. И жду освобождения. Но тут дело в чем. Подготовился ли ты к судному дню? Выполнял ли свои обязанности? Бывает, Аллах забирает близкого человека. Я вам предлагаю посмотреть на смерть по-новому. Когда моя мать умерла, без нее стало так пусто. Это большая трагедия. Она в другом мире. Не может общаться с детьми, с мужем, с братом, с сестрой и так далее. Люди плачут. Но задумайтесь. По ту сторону, ее ждет другая семья. Там, где души ждут судного дня, в Айлиине. Если ее предки были верующими, то она их встретит там. Свою мать, своего отца, своих дедушку-бабушку, дядьев, теть. Если они были праведными верующими, то она встретит еще большую семью, чем ту, что оставила. Если вот так на это смотреть, смерть в другом свете предстает. Если я живу по Корану, соблюдаю как следует то, что велел мне Аллах, мой Создатель. Читаю намаз, пащусь, справедливо поступаю, к людям милосердно отношусь. Не обижаю их. Стараюсь быть с людьми щедрым, добрым, прощаю их. Иногда оступаюсь, с каждым бывает. Никто не идеален. Но я по максимуму стараюсь жить по Корану. Тогда в промежуточном мире перед судным днем моим светом будет Коран. Представьте. Светом. Другом. Самым близким другом. Ближе не найти. Коран будет с тобой. Намаз будет с тобой. Это пророк говорил. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, просил Аллаха. О Аллах, сделай так, чтобы мне было не страшно в могиле. За то, что я читал Коран и соблюдал его. Смысл хадиса такой. В судный день солнце над головой будет на расстоянии мили. И посланник Аллаха говорил, что над теми, кто читал суру Бакара и семейства Имрана, эти суры будут тенью. Коран возьмет тебя за руку, если ты соблюдал Коран. От пророка это передается в нескольких хадисах. Коран возьмет тебя за руку и пойдет вместе с тобой, когда ты предстанешь перед Аллахом. Когда Аллах будет спрашивать тебя, Коран заговорит. Скажет, о Аллах, он хорошим был. Он сделал вот это, вот это. Читал Коран, соблюдал его. Коран будет заступаться за тебя до тех пор, пока Коран не уведет тебя в рай. А если человек пренебрегал Кораном, не соблюдал его, то Коран в судный день наоборот будет выступать против человека. И Коран сам забросит человека в огонь. Так что надо готовиться к вечной жизни, чтобы она стала избавлением, освобождением из тюрьмы. Надо стараться по максимуму. Идеально, конечно, не получится. Но старайтесь максимально. Читайте, думайте над посланием Аллаха, над Кораном. Соблюдайте его. И тогда смерть станет освобождением. Если будешь читать Коран, твой намаз будет заступаться за тебя в судный день. В могиле тебе ничто не повредит, потому что намазы, которые ты читал, будут защищать тебя. Пророк говорил. Если был праведным верующим, в судный день ты будешь близок к пророкам, правдивейшим, мученикам, праведникам, к пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи ва салям. Встретишь пророков Мусу, Оису мир им, Яхью, Закарию, всех пророков. Мир им всем. А ведь преуспеть в судный день это великий успех. В вечной жизни люди не узнают маму с папой, будут убегать от мамы с папой. От брата и сестры будут убегать. В суре Аббаса Аллах в Коране говорит, в тот день человек бросит брата, мать, отца, жену, сыновей. Не о них ты будешь думать в тот день. И когда ты живешь с такой установкой, когда весь мир у тебя вращается вокруг вечной жизни, беспокоишься о том, чтобы Аллаху угодить, я соблюдаю сунну посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салям. Изо всех сил стараюсь Коран соблюдать. И тогда смерть это избавление от проблем. От вот этой вот тесноты этого мира. Теперь вернемся к этому миру. Покажу, смотрите, что. Вот вы живете. Вам или жена проблемы доставляет, или муж. Или дети тебе проблемы создают. Ты им даешь все, что можешь, а некоторые из них проблемы доставляют. Ты тратишься на кого-то, а он кусает руку, которой кормишь. Помогаешь кому-то, а люди не ценят этого. Всю жизнь работаешь, чтобы кому-то угодить, а им все мало. Ты терпишь все это. Я не говорю, что у всех так. У разных людей разные проблемы. У некоторых проблемы со здоровьем, с тем, с этим, всякое бывает. И люди все это терпят. И глядя на такой мир, думаешь, мне здесь настоящий комфорт. Я лучше буду стараться ради вечной жизни. И вот это избавление от этого мира. А теперь послушайте, что сказал посланник Аллаха о смерти. Он сказал это не только для мусульман, но и для них тоже, которые выполняют, что Аллах на них возложил. Хадис в сборнике Тирмиви с хорошей цепочкой. Абу Хурейрадо будет доволен им, Аллах передает от пророка салиллаху алейхиусалям. Посланник Аллаха сказал, часто вспоминайте разрушительницу наслаждений, то есть смерть. Посланник Аллаха напоминает нам, говорит, часто вспоминайте о смерти, разрушительнице наслаждений, то есть наслаждений в этом мире. И когда человек вспоминает о смерти в тот момент, когда чувствует, что ему тесно в этом мире, тогда поминание смерти принесет этому человеку освобождение, избавление. А когда о смерти вспоминает человек, которому живется комфортно, например, Маша Аллах, Аллах дал вам комфортную жизнь, скажите Алхамдуллиллах, Алхамдуллиллах, ну так вот, пророк сказал, если человек ощущает свободу, комфорт в этом мире, хорошо ему, когда он смерть вспоминает, это сковывает его. Человек спохватывается, думает, что я делаю? Что я делаю? Слишком погряз, я в комфорте. И ученые сказали, любовь к этому миру это болезнь. Сам мир не болезнь, а любовь к нему это болезнь. И ученые сказали, что лекарство от этой болезни это поминание смерти. И это сегодняшняя лекция о том, как Коран заставляет нас задуматься о смерти. О том, как Коран помогает нам увидеть реальность. Коран, это же ведь поразительная книга. Хотя есть люди, которые отрицают. Отрицают Коран. Говорят, дескать, да ладно тебе, хорош. Вот Аллах говорит, в Коране, в суре Бакара, вторая сура, аят номер 28. Как вы можете не веровать в Аллаха? Как? Тогда как вы были мертвы, и он оживил вас. И ты читаешь и задумываешься, меня ведь не существовало. Вот что Аллах говорит в Коране человеку. Задумайся, ты из небытия пришел в бытие. Аллах говорит, и он оживил вас. Потом он умертвит вас. Жизнь твоя в его власти. Потом оживит вас. То есть, вы снова вернетесь к жизни. И потом к нему вы будете возвращены. Смотрите, какая здесь сильная формулировка. Вот смотрите, Всевышний Аллах не говорит, а потом вы вернетесь к нему. Аллах говорит, к нему вы вернетесь. То есть, больше возвращаться некуда. И вот все эти теории насчет кармы. Или вот, например, как называется теория, что ты после смерти родишься в другом теле? Реинкарнация. Не будет реинкарнации. Согласно Корану, вообще реинкарнации не будет. Не жди, что вновь родишься. А вот некоторые люди думают, смотрите, какая ловушка шайтана. Это и мусульманам на ум приходит. Мол, вот я соблюдаю ислам, а что, если воскресну, и окажется, что ислам не истина. Что-нибудь другое будет после смерти. Человек думает, может, христиане на истине, вдруг так получится, что меня Всевышний воскресит, и я увижу, как христиане в рай идут, а я мусульманин, не попаду в рай. Ты мало читал Коран, друг мой. Знаете, что Аллах в Коране говорит об Иисусе, мир ему? Что в судный день Всевышний Аллах у Айсы спросит, о Иисус, ты говорил людям, чтобы они считали тебя и твою мать двумя богами, наряду с Аллахом. Ты говорил так? Это сура трапеза, аят 116. Он скажет причист ты. Как я мог сказать то, на что не имею права, это Айса скажет. Если бы я сказал такое, ты знал бы об этом. Ты знаешь, что у меня в душе, а я не могу постичь твоей великой сущности. Так ответит Аллах Айса, сын Мария. Так что смотрите, ты мусульманин, и ты думаешь, вот я воскресну? И окажется, что ничего нет. Дьявол внушает сомнения верующим, понимаю, поэтому изучайте Коран. Он такое сильное воздействие оказывает. Так влияет. Вот, например, сура 62, аяты с 6 по 8. Всевышний Аллах говорит. Скажи, скажи им, о, Мухаммад, о, люди, исповедующие иудаизм. Иудеи же сказали, мы не примем тебя и не примем ислам. И вот Аллах говорит Мухаммаду салаллаху алейхи ва салям, скажи им, если вы полагаете, что только вы среди людей угодники Аллаха, например, если я ближе всех к Аллаху, я истинный приближенный к Аллаху, Аллах говорит, тогда скажи Аллаху, дескать, о, Аллах, я так тебя люблю, пошли ко мне ангела смерти, чтоб я встретил тебя. Аллах говорит, попросите себе смерти тогда. Мол, какие проблемы, вы же в раю окажетесь. И Аллах говорит, скажи им, о, Мухаммад, та самая смерть, от которой вы убегаете, скажи им, эта смерть настигнет вас, непременно настигнет. И дальше Аллах говорит, И после смерти вы будете возвращены к ведущему сокровенное и явное, к тому, кто знает все, и он поведает вам о том, что вы совершали. Смотрите, какие мощные аяты, какие влиятельные. Вот вам тест, проверьте самого себя, привязан ли ты к этому миру. Вот если бы у вас реально сейчас был выбор, я же вам приводил пример, со свободы попасть в тюрьму или наоборот, из тюрьмы на свободу, то есть из тесноты этого мира к свободе облегчению вечной жизни или наоборот, из комфорта этого мира попасть в тяготы вечной жизни. И вот, проверь себя, если я на самом деле живу праведно, то я смогу обратиться к Аллаху с мольбой, мол, о Аллах, я не хочу умирать, но если ты знаешь, что лучше всего для меня будет умереть сейчас, то, пожалуйста, пошли мне смерть. Если можешь так сказать, ты хороший верующий, я не говорю, совершать самоубийство, а то потом в новостях скажут, 10 человек в Эдмонтонской мечети совершили суицид, наслушавшись шейха Хасана Али, он им сказал, что так они приблизятся к Аллаху. Я вам говорю, в хорошем смысле, это проверка себя самого. Если я живу праведно, и могу Аллаха попросить, Аллах, если в этом благо для меня, умертви меня, то вы в хорошее место попадете после смерти. А если не можете так попросить, значит, вы грешны. Вот этому Аллах учит, чтобы вы подумали, мол, от чего я бегу? Я бегу от смерти, но если я от нее бегу, если не хочу умирать, значит, я грешен. Вот смотрите, на самом деле, когда вы начинаете думать о смерти, это пугает вас. А если тебе не страшно, значит, эти мысли как следует не прочувствовал. Если ты подумал о смерти, и такой, и чё? Нет, нет. Серьезно подумай. Что Аллах говорит? В начале 79-й суры Всевышний Аллах говорит, клянусь исторгающими души неверующих жестоко. Всевышний Аллах здесь говорит об ангелах. Во время смерти они или вытаскивают, вырывают душу из тела, или они нежно извлекают душу. Одно из двух. И Аллах говорит в 6-й суре в аяте 93-ем. Если бы ты только видел, когда люди, которые при жизни были жестокими, несправедливыми, притесняли, грешили, если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, ангелы простирают к ним свои руки, чтобы забрать их души. Говорят им, отдай свою душу. Сегодня вам будет воздано унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду. Преисполнялись гордыни, превозносились над знамениями Аллаха. к таким людям ангелы протягивают руки, чтобы вырвать их душу. В суре верующие Аллах говорит, когда же смерть подступает к кому-нибудь из них, Он говорит, Господи, верни меня обратно. «Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил». Не хотел делать. Прости, Господи, дай мне шанс, но Аллах говорит, «но нет». Это всего лишь слова, которые Он произносит. «Позади них будет преграда, вплоть до того дня, когда они будут воскрешены». В это время их души будут находиться в месте ожидания, перед судным днем. А в тот день, когда затрубят в рог, между ними не останется никаких родственных связей. И они не будут расспрашивать друг друга. Например, члены семьи не будут друг друга расспрашивать. Мол, ну как ты? Вот представьте эту картину. Разве хотите вы прожить такую жизнь, что во время смерти, когда ангелы подойдут? Вы просили бы Аллаха вернуть вас. Ты умрешь в точности тогда, когда тебя Аллах предопределил. Аллах говорит, когда же наступает их срок, они не могут отдалить или приблизить его даже на час. Вот например, связь с матерью. Она временная. Она душа, я душа. Она была в этом мире. А я находился в мире душ. И Аллах пожелал, чтобы я родился в этом материальном мире, как ее сын. И на четвертый месяц ее беременности пророк сказал, что ангел помещает дух в тело ребенка. Это посланник Аллаха говорил. В Сахихе Бухаре передается. Ангел вдыхает душу. Она попадает в тело, но можно сказать, как воздух в воздушный шарик. Душа входит в тело на четвертый месяц беременности. Вот такую связь Аллах создал. Ты сын, а она мать. Я вышел из ее утробы. Она любит меня, я люблю ее, она все для меня делает, потому что Аллах внушил ей любовь ко мне. Если Аллах пожелает, он может внушить любовь к тебе даже в сердце твоего врага. Я дарил тебя своей любовью, и тебя вырастили у меня на глазах. Фараон увидел младенца Мусу. Ребеночек, ребеночек. Он даже не подозревал, что это за ребеночек. Не знал, но Аллах внушил в его сердце любовь к нему. Вообще-то фараон в этот год убивал младенцев. Но конкретно этого не смог. Полюбил его и все тут. Ну так вот, моя душа пришла в этот мир, и душа моей матери пришла в этот мир. Сколько она еще на земле пробудет? Ну, лет 50. Когда мне будет лет 50, ей будет 70-75, она умирает. И если мы оба были праведные верующие, то в промежуточном мире, в месте ожидания, перед судным днем, мы можем с ней видеться. Потом Аллах воскрешает нас в судный день. И вот мы видим, что мы были просто душами. Она душа, я душа. Она была твоей мамой. Ты был ее сыном. И вот сегодня, в судный день, Аллах собрал все души вместе. Мы не принадлежим друг другу. Просто временно я жил в теле матери. Потом она родила меня в той земной жизни. Потом я вырос, повзрослел. Моя душа жила в моем день. Аллах спросит, кто как прожил. Разные аяты о вечной жизни надо собирать воедино. В 56 суре событий Аллах говорит «Мы распределили между вами смерть, и ничто не может помешать нам». Вот люди день рождения празднуют. День рождения у меня. Мне семь, мне девять, мне двадцать, мне двадцать, пять. День рождения – это известная дата, а день смерти – это дата скрытая. У каждого на роду написано, сколько он проживет, но мы не знаем этого. Дата смерти уже зафиксирована. Но хорошая новость в том, что срок жизни можно продлить. Многие не знают этого. Ты можешь удлинить свою жизнь. Вот допустим тебе предопределено умереть 9 апреля 2027 года в 9.44 56 секунд утра. И смотрите, в 35 суре в 11 аяте Аллах говорит не добавляется жизнь ни одному долголетнему и не сокращается его жизнь, кроме как только по записанному в хранимой скрижали. Что же в ней записано? То, что если мы делаем добрые дела, которыми Аллах доволен, то Аллах удлиняет нам жизнь. Хочешь жить долго. Делай то, что велит тебе Аллах. Выполняй обязанности. Это больше всего довольство Аллаха вызывает. Потом уже дополнительные добрые дела. И вот насчет дня рождения. Ты смотришь не на ту часть песочных часов. Вместо того, чтобы смотреть на то, сколько осталось, хотя ты не знаешь, сколько осталось, поэтому надо торопиться. а ты смотришь на нижнюю часть. Сколько уже насыпалось? Еще больше. Чем больше внизу прибавилось, тем больше вверху убавилось. И когда упадет последняя песчинка, ой, дни рождения кончились, больше нет их. А люди празднуют день рождения. Так-то радоваться особо нечему. Аллах говорит в Коране Каждая душа вкусит смерть. Аллах говорит никому из людей до тебя, имеется в виду пророк Мухаммад, мы не даровали бессмертие. Смерть настигнет вас, где бы вы не находились. Даже если вы будете в возведенных башнях. Вот у богатых в доме иной раз бывает безопасная комната. В нее заходишь, кнопку нажал, бронедверь закрывается, и ты в безопасности, пока не приедет полиция. Там целыми днями сидеть можно. Запасы еды, туалет, все дела, и никто не может к тебе зайти. Но Аллах говорит смерть настигнет вас, даже если вы будете в возведенных башнях. Малкальма Икс предупреждали, мол, там опасно, иди вот здесь, когда его хотели убить. И он сказал очень интересную вещь. Говорит, если у человека будет выбор из пяти путей, если он подумает, так, вот здесь, наверное, убьют, поэтому пойду вот оттуда. Если, говорит, срок жизни истек, то смерть найдешь именно здесь, она будет ждать тебя здесь. Какой бы путь ты не выбрал, ты все равно выйдешь к месту своей смерти. В Коране Аллах говорит, лица тех, кто творил зло, словно покроются клочьями ночного мрака, а лица тех, кто добро творил, в судный день побелеют. Аллах говорит, одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа. Если ты боишься умирать сейчас, задумайся, почему? Если ты праведный, то во время смерти к тебе придут полтысячи светлых ангелов. Самое главное обновлять покаяние. Постоянно кайтесь, о, Аллах, обещаю не грешить. И, разумеется, имейте твердое намерение этому следовать. Постоянно просите Аллаха прощения. И старайтесь исправлять, что упустили. И тогда в момент смерти к вам придут полтысячи светлых ангелов, чтобы забрать душу. Что же в этом плохого? А если я не обновляю покаяние, продолжаю грешить, то, конечно, есть чего бояться. Поэтому я и говорю, что поминание смерти это лекарство. Тогда ты следишь за собой, контролируешь себя, чтобы не упустить какое-то веление Аллаха. Если ангелы придут черные, то там уже будет другая ситуация. Давайте сначала расскажу насчет белых ангелов. Пророк сказал, душу верующего ангелы извлекают нежно, как капля вытекающая из сосуда. Очень плавно, очень нежно, если пожелает Аллах. Скажите иншаллах, братья, если вы праведные, предвкушайте такой исход. Посланник Аллаха сказал, пусть никто из вас не умирает, кроме как с хорошими мыслями об Аллахе. Всегда ожидайте от Аллаха хорошего. Прощение, вы же каетесь. Ну да, бывает, я оступаюсь, но я каюсь, стараюсь справляться, стараюсь соблюдать. Вот так ангелы извлекут душу верующего. А о том, как ангелы забирают плохие души, пророк привел такой пример. Это вот как колючий куст, в котором запуталась какая-то нитка, она его опутала, и нитку эту из куста вырывают. Вот так ангел смерти забирает плохие души. За такими душами приходят 500 черных ангелов. В суре Мухаммад Аллах говорит, но что же будет, когда ангелы станут умерщвлять их, ударяя по их лицам и спинам. Вот представляешь себе это? И думаешь, если я буду ослушаться Аллаха, как бы меня это не постигло. Эти ангелы беспощадны. Если вы думаете, что они пощадят вас здесь на земле, даже самые жестокие могут пощадить. Я вот видел людей в аэропорту, которые либо визу просрочили, документов каких-то не хватает, им грозит депортация, и они умоляют персонал, пожалуйста, не высылайте нас, нам убежище нужно, на родине нас будут бить, или у нас гражданская война. Умоляют, упрашивают, как только могут. И вот бывает, даже самые хладнокровные сотрудники миграционных служб сжаливаются, мол, ладно, посидишь в центре задержания три месяца, или в лагере для беженцев побудешь три месяца, они могут сжалиться, а у ангелов смерти абсолютно нет никакой жалости. Плач, умоляй, не поможет. Аллах, всемогущенный велик, специально создал их такими. Такова реальность. Вот смотрите, вы меня уже слушаете где-то полчаса. Скажите, вы сейчас чувствуете любовь к этому миру, привязанность к нему? Ту же самую, которая у вас была до этой лекции. У вас что, сейчас такие мысли, дескать, просто обожаю этот мир, а он пусть рассказывает? Или что-то изменилось? Или же вы все-таки яснее осознали реальность этого мира, что это просто временное место. Наверняка же вы задумались, мол, я ведь хочу, чтобы бережно мою душу извлекли, а не били, не вырывали ее. Вы прочувствовали? Да, это и есть поминание смерти. Когда вы помните о ней, вы смотрите вокруг и думаете, проблема ничто. Да, это проблема. Все эти проблемы это мелочь по сравнению с тем, что нас ждет. Надо только помнить об этом. Праведные предшественники некоторые из них бывало плакали целую ночь напролет, думая о смерти. Для нас просто пустить слезу это уже что-то значимое. На Таравихе кто-то всплакнул и у него уже ощущение, что он вошел в рай. Ну, брат, понятно, конечно, ты проявил какую-то искренность, заплакал, или в пятницу на джума после эмоциональной проповеди или в заповедной мечети в Мекке. Аллах о шейх о чем-то просил возле Кабы эмоционально и люди плачут. Я знаю, для вас это много, но это мало. Праведные и благочестивые предшественники наши, я это не выдумываю, салифы и таких случаев, сотни, плакали, плакали и плакали, думая о смерти. Хоть они и были праведные. Соблюдали и обязательное, и рекомендуемое, но плакали. На разных сподвижников пророка действовали разные аяты. Некоторые приходили в ужас от аятов о судном дне. Кого-то ужасал мост цират. Кто-то смерть поминал. Вот, например, Ибн Аббас довольствовал Аллаху ему. Проплакал целую ночь над одним аятом. Из суры милостивый. Он ее читал в намазе Тахаджуд. И вот небо разверзнется и станет красным. Какую же из милостей Твоего Господа вы считаете ложью? Дальше Аллах говорит. В тот день ни у человека, ни у джинна не будет спрашиваться, мол, расскажите, какие грехи вы совершали? Такого не будет, потому что Аллах и так все знает. Грехи каждого. Ибн Аббас думал об этом. Каким будет мой отчет перед Аллахом? Как Аллах будет спрашивать меня за все, что я делал в земной жизни? Смогу ли я пройти этот отчет? Или я его провалю? И он целую ночь плакал, читая эти аяты. Мать правоверных Аиша, довольство Аллаха ей, тоже проплакала всю ночь. Плакала, плакала и плакала перед Аллахом над аятом из суры Марьям. Каждый из вас войдет туда. Таково окончательное решение твоего Господа. Речь идет о мосте Сырат, который пролегает над адом. Все пройдут по этому мосту. Кто-то попадет в рай, а кто-то упадет с него. И размышляя над этим аятом, Аиша плакала и плакала всю ночь. Почему сегодня я выбрал именно эту тему поминание смерти? Когда люди не вспоминают о смерти, их сердце, их душа черствеет. И как следствие люди начинают грешить. Если думаешь о смерти, сердце смягчается. Ты удерживаешься от греха. В Коране Аллах говорит это сура железа. Аллах говорит разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что не спослано из истины. Имеется ввиду Корана. И чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде. Речь о людях Писания, которым Аллах не спасылал Тору, Евангелие, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени. Знаете, когда сердце черствеет? Когда надеешься на долгую жизнь, а о смерти не думаешь, наслаждаешься моментом. Вот тогда ты человек и начинает грешить. Смог бы ты насладиться грехом, если б возле тебя сидел ангел смерти? Вот представьте, я сижу и, например, грешу. А ангел смерти, вот он рядом, сидит и смотрит на меня. И я что, проигнорирую и продолжу грешить? Продолжу? Нет, Бога, кроме Аллаха. Конечно же нет. Это вот шейха спросили, если в пустыне молюсь. И передо мной прошел лев, то намаз мой нарушится или нет? Шейх говорит, если тахарат сохранишь, то нет. Если тахарат не испортишь, то нет. Да воздаст вам Аллах благом. Вся хвала Аллаху, Господу миров. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. let's do it, but you can see it, quella They are as Продолжение следует...